С нашей точки зрения он очень привлекательный, интересен, очень интересно смотрится, и он как бы, условно говоря, не стареет. В центре города, на площади имени Кирова, председатель исполкома Петрозаводского городского совета народных депутатов Сепсиков открыл знак дружбы породненных городов. Туристы говорят, что вообще у нас самая роскошная набережная вообще там в России. И начало набережной вот именно здесь, потому что туристов ходят тысячи, и когда видишь, человек работает, все в восторге. Здравствуйте, это программа «Самое время». Меня зовут Ефим Овчинников. Если кто еще не узнал, это то самое дерево дружбы, которое раньше стояло на площади Кирова, а потом его оттуда сняли. Мы на территории одного из городских предприятий, памятник пока без постамента, но совсем скоро монумент отвезут на набережную Онежского озера, где и установят. Ну а мы с вами станем свидетелями исторического для Петрозаводска события. На окраине города дерево дружбы провело несколько месяцев. За это время его фактически собрали заново. Сначала думали, справятся легко, но в процессе поняли. Автор памятника, архитектор Николай Овчинников, уже тогда, десятки лет назад, мыслил нестандартно. Куратор реставрации, скульптор Александр Ким убедился в этом, когда пытался воссоздать чертежи. А сколько вот этих деталей, которые... 240. 240 вот этих конусов, треугольничков. Собрано из треугольников так образно. Но у них там много размеров, там у них около 6 или 8 размеров. Разный, потому что очень сложный шар, только с помощью компьютера мы могли его восстановить, размеры задать, которые раньше были. Потому что, я не знаю, как Николай тогда все рассчитал, так он умудрился, но он светлая голова, у него вот нашу ротунду, он сделал вообще замечательно, то есть символ нашего Петрозаводска, можно сказать. Над реставрацией работали сразу несколько мастеров. На их счету множество городских объектов, фигуры можно встретить в разных частях столицы Карелии. В основном они современные. Ну а возрождать монумент с такой историей пришлось все же впервые. С нашей точки зрения он очень привлекательен, интересен, очень интересно смотрится. И он как бы, ну условно говоря, не стареет. То есть у нас вроде время проходит, а он нет ощущения, что он как бы отстал от времени, и он всегда как-то работает. Ну и особенно, конечно, украшает гербы, там достаточно они красивые, могучие. Поэтому, конечно, это впечатляет, этот вот сам объект. С гербами они были пескоструйным аппаратом очищены полностью, проверены, крепеж был отрихтован и покрашены специальными красками. Угловатый шар, основу, дерево дружбы по городским улицам везли без особого пафоса и мигалок. Стартовали рано, в пять утра, чтобы не создавать пробок, не перекрывать движения. Высота конструкции позволила преодолеть путь до набережной, не задев троллейбусные линии и электропередач. Новое место, новое время, современные материалы. Металл и каркас дерева дружбы теперь более прочные. А как иначе, Карелия сурова, близко озера памятный знак будут обдувать ледяные ветра. Мастерам пришлось заказывать не одну экспертизу, которая бы подтвердила, что изваяние выдержит нападки нашей природы. Даже на Дальний Восток поставили экспертизу туда, посоветовали, какой более современный материал, такой аналогичный, но более морозостойкий, атмосферостойкий. И, как говорится, не так он в коррозии подается, как вот тот алюминий, он все-таки со временем пленкой покрывается, там и грязь, и пыль, и все. А это более прочный такой, хороший. Глядя на происходящее, горожане все реже задаются вопросом. Зачем понадобилось переносить дерево дружбы, а на его месте, на площади Кирова, устанавливать стелу «Город воинской славы»? Споры остались в прошлом. Человек, как известно, привыкает ко всему. Тем более, время сейчас такое. Не бросили монумент в бездну истории, и уже спасибо. Однако старшее поколение до сих пор хранит в сердце память о времени, когда мы так ценили дружбу. В центре города, на площади имени Кирова, председатель исполкома Петрозаводского городского совета народных депутатов Сепсиков открыл знак дружбы породненных городов. Шар с гербами городов-побратимов будет отныне олицетворять дружбу между породненными городами, мир и сотрудничество на земле. В послевоенные годы по всей стране появилось множество мемориалов, где скорбили о павших защитниках Родины, вспоминали страшную Великую Отечественную. Петрозаводский стал исключением. И тут, в конце 70-х прошлого века, в столице Карелии открыли памятник дружбе. Дружбе, о которой говорили все больше. Нельзя же было думать и вспоминать только лишь о войне, от которой так устали люди по разные стороны границ. Наша поездка – еще одно свидетельство дружбы между нашими народами. С таким гостеприимством, с такой сердечности мы встретились первый раз в жизни. Слово руководителю хора темплинских студентов Пенчес Яра. Мне очень понравилось. Это было замечательно. У меня нет слова, все выразит, что я чувствую. Большое спасибо. Автор «Дерево дружбы» архитектор Николай Овчинников едва ли мог предположить, что на набережной, недалеко друг от друга, окажутся два его детища – необычный шар и знаменитая ротонда. Беседку – символ типично парковой архитектуры – установили на набережной в начале 90-х годов прошлого столетия. По признанию специалистов, она стала прекрасным завершением Левашовского бульвара, одним из символов города, который так любят его жители, гости столицы Карелии, а фотографы попросту не могут пройти мимо. Я всегда выбираю маршрут по набережной. Вот независимо от погоды, если это, как сейчас, промозгую, или еще как-нибудь хочется пройти, посмотреть, что творится. Если это вообще шторм ледяной какой-нибудь с брызгами и сно, то это будет не гавалет, это будет наледь. И по наледи, ну, хочется ее тоже пощупать. И это все здесь, и тут, как доминанта, это, извиняюсь за это слово, теоретонда, конечно же. Она закончена. Вот эта вещь в себе, она ничего не просит, в то же время защищает. Не хочу сравнивать, например, к церкови, у нас здесь безопад. Ты зашел внутрь, и ты невиновен. У тебя закрыто небо, и тебя от дождя закрывает, и в то же время не надо каяться. Хотя купол вроде бы. Вот, даже этот момент, это, по-моему, мне кажется, важно. Единение между реальным и кажущимся. Объект большой и реальный, в то же время тяжелый. Это же пьер-то все, да? Вот ты вышел, глянул, все прозрачное, все легкое. И озеро здесь. Недалеко от ротонды есть кузница Николая Белякова. Он работал вместе с архитектором Овчинниковым, а несколько лет назад реставрировал дерево дружбы после падения на монумент огромного тополя. Там упало дерево, которое стояло рядом, сверху. И всю эту верхушку замяло внутрь. Я вскрыл снизу эти листы, туда глянул, там гостиница. Там стоит кровать, стол, ведро мусорное. То есть там живут люди. Я все выкинул. Иначе первоначально я его там восстановил, где-то ближе к тому виду, что там было раньше. Вот такая история. Николай один из тех, кто одобрил перенос дерева дружбы на берег Онега. Для него это вообще знаковое место. Мало кто знает, что при строительстве набережная, чтобы не сносить кузницу, словно обогнула ее, пришлось строить дополнительную насыпь. Теперь, по мнению мастера, здесь подряд расположились сразу три близких по духу объекта. Все они так или иначе объединяют. Мимо ротонды не проходит ни одна свадьба. В кузнице куют подковы на счастье. Куда уж тут без дерева дружбы. Ну там-то оно было совершенно как-то оторвано от всех туристских троп. Сейчас лучше. Намного лучше. Туристы говорят, что вообще у нас самая роскошная набережная вообще. Там в России. И начало набережной вот именно здесь. Потому что туристов ходят тысячи. И когда видишь, что человек работает, все в восторге. Архитектор с головой, то есть был. И сейчас он там сверху посмотрел, сказал бы, вот здесь бы все-таки случай, наверное. И вот как-то с его, как мы всегда говорим, сверху с небес нам кто-то как-то руководит, помогает. Вот я думаю, что здесь, ну, как бы достойное место теперь получилось. Вот. И что два его памятника рядом, это тоже какой-то символ чего-то. Вот именно добра и дружбы не только народов мира всего, а главное, чтобы здесь даже мы жили в мире и меньше спорили. И сердились друг с другом в это сложное время. Пока же на месте, где установили дерево, территорию дружно благоустраивают. Как всегда, немного не вписались в график, но к этому все давно привыкли. Народ ждет, когда уберут строительный забор. Новое расположение дерева дружбы, оно как раз очень даже логично, потому что наша набережная, это в первую очередь прогулочная зона, которая насыщена объектами, подарками, которые были сделаны городами-побратимами. Это очень такая хорошая, крепкая завязка. На мой взгляд, очень даже правильная связь получается. Кроме прочего, около дерева дружбы появится небольшая стела. На ней разместят имена побратимов, которые не поместились на дереве. Кто же знал, что дружить городами со временем станет модным? Там, на самом деле, довольно сложный объект для производства. Он будет делаться по индивидуальному заказу. Там выверяем все буквы, запятые и все остальное. То есть стела заказана. Стелу будем устанавливать уже, наверное, под самый Новый год. И завершение работы также будет под Новый год. Контракт в этом году завершим. Сомнений в этом нет. Один из главных вопросов теперь, кто ответит за сохранность памятника. Не секрет, что в Петрозаводске с этим беда. Те, кто реставрирует уже пришедшие в упадок городские объекты, зачастую не имеют квалификации. Поэтому чем дольше живут памятники на наших улицах, тем спокойнее. Хороший вопрос, абсолютно справедливый. Мы сейчас после установки получим рекомендации от подрядной организации, которая осуществляла восстановление, как ухаживать за тем материалом, из которого состоит дерево Дружба, это алюминий. Мы включим в контракт по благоустройству обслуживание всех его элементов для того, чтобы оно не потускнело, чтобы оно также сверкало. Это недорого стоит, но это необходимо делать и делать регулярно, поэтому будем делать. Единственное, мы опасаемся вандализма, поэтому мы в ближайшее время установим дополнительные камеры. Одна уже есть, то есть можно наблюдать, она общего доступа. Откроют дерево Дружбы, скорее всего, к концу этого года. Перенос памятного знака обошелся не так дешево, стоил больше 10 миллионов рублей. Зато шар необычной формы по праву можно назвать путешественником. Такая судьба далеко не у каждого городского объекта. Продолжение следует...